Доброе утро, друзья! Мы сегодня будем заливать жидким бетоном пол поверх существующего бетона. И сейчас, перед тем, как заливать его жидким бетоном, наносите так называемый прайм, который нужен для того, чтобы жидкий бетон не так быстро остывал и в последующем не трескался. Вот такого красивого цвета, ярко-розового. Правильно, наносите тонким слоем, валиком, практически не покрасите стенки. Ничего такого необычного. А почему он не... А, ну он же там тоже будет заливаться, этот бетон, да. А почему вы там не мажете? Я там не замазал, а потом замазал там. Вот этот был предыдущий праймер стали, он был позрачен. А, понятно. А, то есть он, это... Это же новый, новый. Ну да, да. Ну это красиво, его видно, где замазано. Уже лег на пол. Теперь должно пройти какое-то время, пока он не станет таким ярко-красным и высохнет. После чего уже можно будет заливать жидким бетоном. А пока что он у нас только по краям немножко красный, а в основном он такого ярко-розового цвета. По краям уже просохло. Улица, где мы живем, много вязов. Вот это называется китайский элм, Chinese элм. Вот у нас вся улица в вязах. Очень красиво, надо сказать, я никогда раньше не обращал внимания, но теперь вот обращаю. Значит, смотрите, что у нас произошло с траншей. Мы сейчас пойдем вдоль траншеи. Вот они здесь сделали вход. Я не знаю, там как это происходит, но вот уже все готово. Вот в этой части они обратно все закопали. Вот видите, оно пошло в сторону дома, сюда. А теперь мы с другой стороны зайдем. Вот то место, куда все это должно прийти. Вы видите там трубу, которая выходит из кроллспейс. И вот пошла траншейка. Она здесь не глубокая. Перепад света. Не знаю, как нам удастся это заснять. Хорошо, но вот так. Видите траншейка, она идет и углубляется. Углубляется, углубляется, углубляется. Так. Хорошо заметно, кстати, что делается глубже. Так. Приближаемся к забору. Так. Вот смотрите-ка. Здесь есть существующее сооружение. Да. Честно говоря, тут может быть какие-то объяснения нам нужны. Потому что я не знаю, что дальше будет. Во всяком случае, вот есть нечто. И дальше, вот эта труба, она пошла дальше, по низу. Видите? Вот она там идет. И, видимо, она там и входит куда надо. Так. Я сегодня хотел вам показать, что у нас утеплитель завезли. Прям сегодня, кстати, его завезли. И сейчас посмотрим. Вот он такой вот эко-бэть. Да. Если кто-то хочет погуглить, погуглите. Что там такое? Вот там краешек. Вы видите, торчит. Видите, пол продолжает сохнуть. Мы на сегодня съемку заканчиваем, потому что выезжаем. И я только хочу сказать, что было много вопросов. Как же вот будет теплый пол обогревать саму кролскость, вместо того, чтобы обогревать саму комнату, что не заизолировано снизу. Дело вот в чем. Когда надо было класть утеплитель в пол, то вот крыши не было еще. Не было крыши, а была угроза того, что пойдут дожди. И приходил инспектор. Это все регулируемая вещь. И с инспектором договорились, что пока вот такая ситуация, значит, положат сначала крышу, а потом уже, когда на другом этапе, значит, уже положат снизу утеплитель. И инспектор это дело одобрил, потому что если крыши нет, а дождь пойдет и промокнет вся эта стекловата, она как бы попортится. Поэтому, ну вот, не знаю, кто-то скажет, что не попортится, но вот у них было такое мнение. И инспектор это дело одобрил. Так что вот, обязательно будет утепление снизу, даже не сомневайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok